Дорогие друзья, я тут недавно был в одном прекрасном месте, о котором я сейчас расскажу и обнаружил такого кустарного производства инструмент, который позволяет заточить ножи. Я впервые вообще пользуюсь этой штукой. Ну как впервые, я уже ее, конечно, потестил всяческим образом, уже привел все свои ножи в порядок. Ну и, соответственно, у меня вот тут попался нож такой. Немножко тут и кончик у него забитый, он вообще как бы такой простятский профи-селект. 20 сантиметров обычный такой столовый нож. Я его хочу поточить, но у меня заказ это как бы. И я думаю, заодно сниму ролик, порассуждаю, вы мне подскажете, какие нюансы могут быть, потому что сегодня я выступаю не как эксперт, а как человек, который учится. И я вам сразу скажу, я когда приобрел эту штуку, конечно, первые два дня я просто-напросто залип. Я залип, потому что действие это увлекательнейшее, и можно смотреть телек одновременно и заниматься вот этими делами. Можно кого-то слушать и заниматься делами. И заточкой инструмента. Это прям вообще начну с самого начала. Друзья, загляните на канал дизайн-студии интерьеров Вира Артстрой. Еженедельно здесь выкладываются видео о новых интерьерах. Вира Артстрой это 17 профессиональных дизайнеров интерьера, 23 года работы компании, 1000 созданных квартир, более 100 объектов на данный момент на разной стадии ремонта и 3 года гарантии на работы. Даже если вы не планируете ремонт квартиры или дома прямо сейчас, стоит подписаться на канал, чтобы по деталям собирать свой будущий интерьер мечты. Ссылка в описании. Это выглядит вот так. Здесь вот шарнирная история. Вот смотрите, здесь болтик с пружинкой. Для того, чтобы он мог двигаться вот так вот вверх-вниз. Вправо-влево. И еще один шурупчик, который позволяет этой рейке, штанге, двигаться направо-налево. Вернее, вдоль своей оси. Вот тут хомутик, который придерживает, видите, штанги две. Вот так, наверное, видно будет. Вот смотрите, одна, и она тянет за собой вторую. Но это выдвиженные штуки для ящиков, для шкафа, еще для чего-то. Я же говорю, когда я увидел, что эта вещица сделана руками, вы даже себе не представляете. Понятно, что в интернете есть миллион всяких разных гаджетов для заточки ножей. Это дед сделал сам. Вот этот хомутик, чтобы, короче, тут люфта никакого не было. Но в итоге получается вот такая вот вещица. В Москве есть метро Измайловское. Рядом с которым находятся гостиницы Альфа, Бета, Гамма. Мы называем это АБВГД. За ними находится Московский Кремль. Красивый. Если кто-то вдруг вобьет там Московский Кремль Измайлова или Измайловский Кремль, то увидит очень-очень красивое там сооружение такое. Все огорожено кирпичным забором. Все выглядит прям как Кремль. Все в изразцах. Бело-цветное такое красивое. Все это по-русски. И за ним легендарнейший рынок, который называется Вернисаж. Помните песню? На Вернисаже как-то раз случайно встретила я вас. Наверное, это было на том Вернисаже, потому что больше никакого Вернисажа я не знаю. И там Блошиный рынок крупнейший. Там и художники продают, там нумизматы, там продают всякую утварь, посуду. Чего там только не продают. Я большой любитель всякое там покопаться вот в этой старинной шняшке. Обнаруживаю там. Дедок такой уже в возрасте. Вот показывает кому-то, как точить ножи. Говорит, типа, я сам эту штуку соорудил. Продаю там не задорого. И вот, как бы, я ему говорю, слушай, дедок, сейчас денег нет столько. Я не рассчитывал ее покупать. Давай я в следующие выходные приеду, куплю. Приехал в следующие выходные. Он мне все показал, рассказал. Дал набор вот таких вот алюминиевых пластин, на которые на двухсторонний скотч наклеена наждачка. В зависимости там от номера, понятно, величина фракции. Вот здесь вот однерочка, двоечка, троечка, четверочка. Вот тут вот. И пятерочка, шестерочка. Дальше идет ремень с пастой Гоя. Уже шлифовка. Но самая первая штука, это алмазное полотно, с помощью которого мы задаем угол кромки. Я в терминах могу ошибаться, я только всего лишь начинающий. Значит, он говорит, для того, чтобы тут там спецгаджеты не выстраивать, которые там удорожают ее сильно. Он мне говорит, установи приложение. Называется оно помощник заточки ножей. Единственное, что для айфона я не нашел этого приложения, только для андроида. Вот. И все, берем, ставим его. Но понимаем, что сейчас угол... Так, у меня тут струбцину зажато. Ну, видно, наверное. Вот смотри, 10, 76. Ну, почти 11 градусов, да, угол наклона. Мы знаем, у столовых ножей, там, начиная от 28, наверное, до 35 градусов, соответственно, ну, с двух сторон, да, угол. Мы же его понимаем. А угол наклона одной стороны, значит, примерно, если 35, это 17,5. Я 17,5 не точу, на мой взгляд, это довольно тупой угол. Я точу, наверное, знаете, под 26 градусов. Соответственно, мне нужно вот этот вентиль открутить. Вот так. И повернуть до 26, это 13 градусов, да. Точность, конечно, здесь условная. Потому что 13, вот, 25 в итоге, да, получилось. Я закрепил. И сюда я правша, в смысле, поэтому мне удобно работать правой рукой, левой рукой, значит, держать за ручку. Вот эта конструкция сделана таким образом, что сюда наклеен магнит. А вот эта вот пластинка, которая двигается вправо-влево, да, ну, вот тут откручивается, короче, и вот эта двигается, да, она для того, чтобы нож упирать. Ну, чем шире полотно, тем ее нужно дальше сдвигать, чтобы весь нож ложился на магнит. Здесь достаточно места для того, чтобы стандартные ножи точить. Упираем обухом вот сюда. Ну, и в зависимости, вот, значит, от того, насколько мешает нам ручка или не мешает, мы можем сдвигать, например, вот сюда, для того, чтобы у нас не мешала ручка, да, можем даже чуть-чуть больше. Видишь, не заходит на край лезвия, когда ручку, когда лезвие начинаешь сдвигать, то вот так, все, тогда мы можем затачивать, да, то есть, если у нас лезвие становится вот так, то мы не можем достать край, пятку, да, нам нужно нож сдвигать по линии так, чтобы мы могли пятку закрыть полотном. Вот, соответственно, все, мы выставили полотно под нужным углом, приложили сюда ножик. Струбцина здесь условная, у меня есть, конечно, струбцина такая, это мне тоже в комплекте, это все было в комплекте. Вот это в комплекте, это в комплекте, это все и струбцина в комплекте. И паста Гоя даже в комплекте. Но лупу, вот эту вот маленькую, пришлось докупать самому, потому что у деда, короче, не было лупы. Это лупа с подсветкой. Вот тут такой выключатель, пею. Для того, чтобы можно было смотреть, как ведет себя кромка ножа. Вот это очень важный элемент для заточки, для того, чтобы смотреть, как ведет себя кромка ножа, там, как мы ее стачиваем, не стачиваем, угол и так далее. Крупно-крупно, да? Потом мы ее складываем и все, соответственно, полный инструмент. Первое, что мы сделали, это алмаз. Алмаз сделали. И сейчас формируем кромку. Люфт есть. Запас хода есть. Но этого я, например, не боюсь. И это же на бытовом уровне. Это не высокоточная лазерная заточка, как там у терок, на которых я тру пармезан. Здесь этого достаточно для того, чтобы сделать кромку. Значит, движение. Не нужно давить ничего, нужно просто придерживать. Здесь двумя пальцами это все само собой. Вот. Не надо прилагать никаких усилий. Двигаем от себя. То есть на лезвие мы не двигаем. Двигаем только от себя. Причем должны сделать решеточку. Это как мне объяснил дед. Кстати, его знаете, как зовут удивительным образом? Его зовут Владимир Мухин. Как нашего великого российского шеф-повара. Короче, он говорит, вот так двигай и немножко, как бы, в сторону кончика. Делаем так несколько раз. Полотно мы сейчас алмазом снимаем лишнее все, выравниваем кромку. Потом то же самое делаем только в сторону ручки. Вот. Потом еще разок так проходим. И обратно сеточку. Если мы посмотрим на кромку через лупу, мы увидим, что у нас вот эту режущую кромку составляет сеточка. Потому что мы фракции прошлись в эту сторону, потом в эту сторону. Ведь по сути, как бы, и Владимир Мухин мне говорит, типа, представь себе, что каждый нож это по сути своей пила. Только от величины зубьев зависит, цепляется она там за бумагу или за тряпку, или не цепляется. Но все равно это пила. Поэтому здесь, в общем, долго не надо усердствовать. 4-5 раз в одну, 4-5 раз в другую сторону. Потом мы алмазом, соответственно, с одной стороны это все дело выровняли. Потом меняем угол в эту сторону. И проверяем угол наклона. Так как это вот кустарная штука, я не пойму, почему у нас угол наклона, видите, 11, а нам нужно, чтобы был 13. Ну, примерно, там, 13. Чуть-чуть переговорил. Ну, 13, 2. 12, 13. Оп. Видите, тут, конечно, бы хорошо иметь транспортир четкий. Но приходится вот так вот немножко мучиться. Но зато вы это делаете своими руками. За вас никто ничего не делает. Это целый процесс, который вы должны все это выверить. И только от вашего умения, от ваших рук зависит то, что будет вот тут. Это ответственность большая. А не так, что китайцы, сволочи, сделали не то, я вот так все испортил. Нет, здесь вы должны думать. Поэтому мне понравился тот факт, что это все сделано кустарным способом. Может быть, конечно, я что-то делаю не то. Надо будет, там, вы в комментах пишите обязательно. И, если что, сбрасывайте сразу в комментах ссылки. Там на камни, еще на что-нибудь. Может быть, я как раз с помощью вас изучу. Вы же все-таки моя социальная сеть, как-никак. Чему-то я вас научу, а чему-то вы меня научите. Я буду вам признателен. Все. С одной стороны здесь завернут кончик. Поэтому нам его не нужно выпрямлять. Просто мы его сейчас срежем. И все. Вот таким образом, меняя пластины. Ну, начнем прям с этой же стороны. Я нож всегда убираю, чтобы там руки себе не порезать. Откручивается ручка вот так вот. О, как же мне так неудобно. Вот так. Откручивается ручка. Смотрите, реально Владимир Мухин заморочился. И сюда врубаем, что, единичка, да, у нас? Это двоечка, вот единичка. Да, вот сюда вставляем. То есть, эта фракция уже на уменьшение пошла. Лазером, ой, лазером говорю, алмазом формируем кромку. Потом это вот сюда. Это все надо вот самому делать. Это прикольная как бы штука. Это, знаете, какая занятная вещица. То есть, когда вы чем-то заняты. Занятная, это, видите, от слова занятой. Она занимает вас. Дальше я начинаю с этой же стороны. Ну, чтобы не перекручивать 10 раз туда-сюда. И еще там единичкой первой можно пройтись в сеточку. Ну, то есть, вперед. И, скажем, вот в эту сторону и назад. Но дальше, вот всеми остальными, в том числе и пастой Гоя, нужно будет проходить только в ту сторону, в зависимости от того, в какой руке у вас нож. Например, я что делаю? Я как бы режу, ну, немножко, как бы, чуть-чуть вперед. Чуть-чуть вперед режу. Поэтому у меня пила должна быть направлена в сторону кончика. Вот сюда. Есть люди, которые реально режут только на себя. Ну, вот вы просто обратите внимание, как вы режете. Если вы режете на себя, тогда у вас пила должна быть направлена в эту сторону. Но я привык, что я вот, ну, большую часть времени режу туда, сюда и сюда, туда. В любом случае он будет резать и туда, и сюда. Но обратите внимание, куда вам лучше, удобнее. Ну, и, допустим, я режу вот так чаще всего. Немножко, знаете, как бы оттягиваю и опускаю вперед. Оттягиваю, опускаю вперед. У меня рез ведет вниз и вперед. Поэтому у меня пила направлена вот сюда. И я привык, так уже занимаюсь, соответственно, вот все ножи свои привел в порядок. Я уже на, это вот на втором этапе, а на третьем уже на двойке. Я начинаю двигать полотно только от пятки к носику. Ну, долго не надо, вот там, три-четыре раза, да, мы проводим. И переворачиваем полотно. Финальная доводка идет кожаным ремнем с пастой Гоя, да, для того, чтобы уже, так сказать, финально-финально-финально все это сделать. Если я правильно все понял, то Владимир Мухин, ну не тот шеф-повар, да, которого все шеф-повары знают, а который производитель вот этой штуки, он говорит на последнем этапе, на предпоследнем, вот на шестерочке нам мелкой, нужно сделать круче на один градус, чтобы кончик как бы был не совершенно ровный, а немножко, знаете, такой, чуть-чуть закругленный. Он говорит, это тогда дольше сохраняет форму. Но я говорю еще раз, я могу ошибаться, но вот именно для этого я градусность там поменял немножко и на один градус меньше. Вот, значит, дойдя до конца, тут еще раз произвел замер и понял, что я ошибался, вам наврал, всего прочего. Градусность тут в телефоне, видите, какая кривая штука. Значит, если мы оставляем градусность плюсовую, а не минусовую, то у нас она, получается, ничего не меняется при смене. Мы же в одной плоскости. А я телефон в другую сторону нагибаю, здесь то ли кнопка, то ли чего, и да вроде бы я слежу. Ну, короче, вот сюда градусы и сюда градусы, почему-то они разные. Или кривой тут как бы установитель. Понятно, погрешность есть. Но все-таки я, короче, перестал туда-сюда замерять, понял, что просто мы переворачиваем, и у нас угол один и тот же получается. Вот, все, здесь буквально вот 2-3 раза я довожу, потому что с той стороны я довел, с этой стороны я все шлифую лезвие. У меня не было задачи убрать все заусенции, я всего лишь свел за затупленные места, то есть лезвие осталось острым, но с заусенциями. Мы сейчас попробуем на бумажке, послушаем, как у нас цепляется лезвие или не цепляется за бумагу. Резать-то, конечно, оно будет идеально. Но пила немножко осталась у нас на кончике. Для этого нужно прям подольше выводить кромку с помощью алмаза. Здесь все быстро-быстро-быстро. Все. Это сделал, это сделал, это сделал. Да, теперь тряпочка. Пасту Гоя убираем. И финальный. Значит, отсмотр нам нужна лупа. Давай, шайтан машина. Все, смотрим кромку. Да, кромка хороша. Ой, блестит, как интересно. Все, нужно пройтись по все кромки, поглядеть. Есть заусенцы, конечно, их видно немножко. Ну, что ж, я стремлюсь к идеалу. И обязательно научусь. И стану самым лучшим заточником в мире. О, с этой стороны вообще по-другому. Я угол менял, он тут вообще прям четко. Кромка. Тут главное нос себе не порезать, потому что 30-кратное увеличение мало. Надо купить себе лупу хотя бы 60-70-кратное увеличение. О, отлично. В общем, на любительском уровне я профессионал. Вот так я решил. Так, бумажечка, бумажечка, бумажечка. Вот тут где-то зазубринка цепляется. Режет, даже не задумываясь ни о чем. Конечно, бумага это вообще тот еще обман. Я вам хочу сказать, что чушь собачья. Ну да, кромка, самая кромка острая. Но на это нельзя ориентироваться. Нужно ориентироваться еще на толщину полотна и на угол заточки. Он может быть такой, может быть такой, может быть такой бритвенный. Длинная кромка, может быть короткая. Вот у меня один из ножей, он как валенок. Потому что вроде бумагу режет, да? А из-за того, что полотно толстое и кромка выведена вот такая вот, короткая и вот такая, то сама кромка острая, а резать им неудобно. Вот этот нож тонкий, бытовой, обычный. Но я вас уверяю, что вот такой даже обычный нож будет резать в 100 раз лучше, чем ножа вот с таким углом. В общем, учение свет, а не учение чуть свет и на работу. Запомните это, дорогие друзья. Все, пока. А я буду тренироваться дальше и идти, так сказать, к мастерству заточчика ножей. Пока.